Евгений Придеев Глава 1 Пять часов утра. Я в ста километрах от МКАД, в лесу с мокрыми от утренней росы кроссовками и диким желанием спать. А тут еще и мужик этот улыбается. Самая прекрасная картинка для похмельного начала дня. Вообще-то сегодня утром я абсолютно никуда не собирался. Ко мне в гости приехали два бывших сослуживца, и за воспоминаниями совместной службы мы как-то незаметно загудели глубоко за полночь. Нет, вы не подумайте. Все было более чем прилично. Даже за добавкой никто сбегать не порывался. Ящика, привезенного с собой кизлярского коньяка, вполне хватило, чтобы Светка удивленно округляла глаза с каждой следующей опустевшей бутылкой, а я ложился спать с ощущением расслабленности и блаженства. Кто же знал, что одному полковнику госбезопасности захочется разбудить меня буквально через пару часов после окончания застолья и сообщить, что ему срочно нужна помощь. Причем нужна настолько сильно, что его не смущает мое абсолютно нетранспортабельное состояние. Признаться честно, будь на месте моего друга кто-то другой, то он бы был послан в очень далекое эротическое путешествие. В кои веки выдалась возможность посидеть с друзьями и вспомнить времена прекрасной юности. Но Эдик — это Эдик. Во-первых, мы слишком давно с ним знакомы, поэтому я по голосу понял серьезность озабоченности моего друга. А во-вторых, полковникам госбезопасности, еще и возглавляющим специальный отдел контроля за потусторонними силами, отказывать как-то не принято. Да-да, того самого, который занимается исключительно мистикой и прочей дрянью, о которых обычные люди даже не подозревают. Земля, она, знаете ли, круглая. Вот так и получилось, что я с больной головой и мыслями о минералке стою сейчас перед трупом несчастного бедняги и стараюсь не делать резких движений. В висках стучат сотни маленьких молоточков, а живот крутит, как будто я тухлый коней наобъелся. Не зря говорят, что алкоголь — это яд, а для оборотней особенно. Но он же, зараза, такой вкусный, особенно если в виде кизлерского коньяка. Жаль только, что чем более вкусно накануне, тем более плохо будет потом. Понятное дело, мертвому уже ничего не предъявишь. Вот он лежит передо мной и улыбается разорванным горлом. Совершенно обычный мужичок. Так и не скажешь, что в его внешнем виде есть хоть что-то примечательное. Мысли в голове ворочались, как неповоротливые бегемоты на отдыхе. Я с тоской смотрел на лежащее тело и даже не пытался повернуть голову в сторону чего-то негромко ворчащих полицейских. Впрочем, их мне даже было немножечко жалко. Труп этого несчастного грибники нашли вчера вечером. Как оказалось, в некоторых наших согражданах еще жива промывая сознательность. Поэтому, добравшись до опушки, они немедленно по телефону сообщили находке куда следует. Потом приехал дежурный автомобиль патрульно-постовой службы. Убедились, что труп — одна штука в наличии. И, естественно, вызвали оперов и криминалистов. А вот дальше, как я понимаю, привычный алгоритм дал сбой. Списать тело на несчастный случай или хотя бы отложить разборки до утра не получилось. Наверное, Эдик ждал чего-то подобного и дал указания отслеживать удивительные трупы. Именно поэтому полицейским сначала поступила команда ждать, затем указание оказывать содействие, и только потом, часа через три-четыре, появились мы. Так, это потом. Что у нас все-таки с мужиком? Камуфляжные штаны и ботинки с высокими берцами. Так этого добра в любом охотничьем магазине по самую макушку. Футболка серая, обычная, без какого-либо рисунка. Легкая ветровка такого же, невыразительного, немаркого цвета. Мужик, как мужик, грибник или охотник, коих сотни бродят по лесам не только в Подмосковье, но и вообще в любом другом регионе. Встретишь такого по дороге и уже через пять минут не вспомнишь его леса. Хотя нет, этого вспомнишь. Такую выразительную улыбку забыть невозможно. Что скажешь? Подошел ко мне Эдик. Сегодня господин полковник был одет в потрепанные штаны и брезентовую ветровку, которая смотрелась на моем друге великоватой. Впрочем, с учетом довольно субтильного телосложения, на Эдике мешковато смотрелась любая одежда. Я посмотрел на него с тоской, прикидывая про себя, ему повторить все мои мысли сейчас или только отдельные. Андрей, не молчи. Судя по раздраженному тону Эдика, спать ему хотелось не меньше моего, что само по себе наводит на неприятные размышления. Андрей, да что с тобой? Ты что, спишь на ходу? Раздраженно потряс меня за плечо Эдик. Стоишь такой, улыбаешься, как дурачок. Скажи что-нибудь разумное, наконец. Да успокойся ты, дернул я рукой. Что ты сейчас хочешь от меня услышать? Вряд ли я сообщу тебе что-то такое, чего ты и сам не видишь. Судя по всему, мои слова прозвучали чересчур громко, потому что я заметил, как один из полицейских оперов, стоявших кучкой вместе с ППСниками в отдалении, досадливо сплюнул и что-то негромко сказал своим коллегам. Я-то вижу, спокойно ответил Эдик. Он наверняка зафиксировал краем глаза реакцию коллег из младшего ведомства, но внешне никак на нее не отреагировал. Мне интересно, что ты можешь сказать. Могу сесть в машину и поехать домой, пожал я плечами. Не понимаю, что другое ты ожидал от меня услышать. — Не валяй дурака, Андрей! — сощурил глаза полковник. — Убит человек. Причем, начиная с весны, уже восьмой в этом районе. — Ну и что? — продолжал я вялое сопротивление, понимая, что отвязаться от моего друга не получится. — Здесь, посреди леса, Эдик вцепился в меня, как клещ, и не отстанет ни за что на свете. Думать головой надо было дома, не отвечать на звонок мобильника и мирно спать под бочком у светки. — Да. — Ты можешь взять след? — в лоб спросил полковник, которому почему-то понравился именно этот труп. Я посмотрел в глаза полковника и понял, что отказаться не получится. В окружении Эдика я единственный оборотень, и я действительно могу взять след убийцы, даже сейчас, через двенадцать часов после трагедии, несмотря на прокуренный воздух и основательно затоптанную местность вокруг. — Сволочь ты, Эдуард Алексеевич! С тоской выдохнул я, втягивая воздух носом. — Если я заболею и умру, то со Светкой будешь сам объясняться. — Ничего, подыщу как-нибудь слова. — Ухмыльнулся весьма довольный собой полковник и взмахом руки подозвал к себе кого-то из полицейских. Кореностый мужчина лет сорока в мокрых до колена джинсах подошел неторопливо и с достоинством, как бы показывая, что он, конечно, признает старшинство чекиста, но и бегать перед ним на задних лапках не намеревается. — Полицейский остановился в паре шагов от нас, повернувшись в полоборота, и всем своим видом показывая, как сильно мы ему надоели. — Мы с коллегой отправляемся по следу убийцы. Педик по-прежнему делал вид, что поведение полицейских его ни капельки не раздражает. — Мне нужны три человека, которые пойдут с нами. — Какого убийцы? — Недоуменно посмотрел на него полицейский. — Товарищ полковник, я, конечно, все понимаю, но здесь же волк поработал. — Это и ребенку очевидно. — Вы что, планируете по лесу бегать и всю местную живность опрашивать? — Все. Вот сейчас у Эдика полыхнет. Во-первых, я слишком хорошо знал своего друга, а во-вторых, искры, вспыхнувшие у него в глазах, не оставляли никаких шансов несчастному мужчине, который просто не представлял, с кем связался. Впрочем, бунт пресекать стоило в зародыше, иначе по следам убийцы нам действительно придется отправляться вдвоем. — Смирно! Мне кажется, что если бы полковник сейчас гаркнул во все горло, то и тогда эффект оказался не столь впечатляющим. Эдик же, наоборот, прошептал, вернее, даже прошелестел команду, но умудрился при этом вложить в одно слово такую гремучую смесь эмоций, что несчастный полицейский непроизвольно вытянулся в струнку. Причем сделал это так старательно, что даже на носочки пристал. — Ты что, капитан, думаешь, что самый умный здесь? — Я не знаю, что самый умный здесь. Продолжение следует...